Продолжим. Сегодня в Минобранауке обсудили вопросы образования детей с ограниченными возможностями и приоритеты государственной политики в этой сфере образования. По итогам круглого стола сформулировали конкретные предложения. И для справки, на сегодняшний день в России в образовательных учреждениях обучается около 500 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья. Первое, нужно определить вообще требования, как, что, что должно быть к условиям, к результатам, какие должны быть эффекты, и как раз вот концепции и стандарт, которые мы обсуждаем, они по этой части. И то, что его не было, это было тормозом, потому что каждый работал в серу своего понимания процесса, а это неправильно, хотя самостоятельность, она, конечно, должна тоже присутствовать. Второе, к педагоге. И мы говорим о том, что запускаем программу повышения квалификации в течение двух лет. Более 20 тысяч педагогов и представителей институтов повышения квалификации будут обучены, и, соответственно, они эти знания понесут дальше. Условия. Мы говорили о том, что в каждую школу должен быть доступ, в том числе ребенку с ограниченными возможностями здоровья. И у нас целая программа вместе с субъектами федерации, которая поэтапно реализуется. Ну и сегодня мы говорили о том, что нужно менять и стандарты высшего профессионального образования для этих категорий. Дальше будем говорить о деятельности ППМС-центров, которые всех беспокоят. Вопросов здесь много, но такая, скажем, дорожная карта у нас имеется, и по ней мы идем уверенно и последовательно.